Всем привет! Канал Turkish People, я с детьми и Аланья. Да, сегодня мы в провинции Анталия, но город Аланья. Аланья это второй по величине город нашей провинции. Он красив, особенный, благодаря своему длинному-длинному пляжу Клеопатры и вот этой крепости. Мы наконец-то поднялись сюда, мы не были здесь несколько лет. Все проезжали и подснимали снизу, потому что добраться сюда не так легко. Можно на подъемнике, потом пройти дальше высоту, либо доехать на машине аж под самые стены крепости, что мы и сделали. Но ехать страшно, страшная-страшная дорога. Я ее тоже подснимала, ну и погода у нас шикарная. Мне жарко в свитере. Сегодня у нас 24 декабря. Обещали в Аланье плюс 19 градусов. Мне такое ощущение, что здесь гораздо больше. В Аланье теплее, чем в городе Анталия. Это правда. Ощущение даже твое, не только то, что ты смотришь. В Анталии сегодня 17, а в Аланье 19. Но ощущение, что здесь больше 20, это точно, жарко очень. И шикарная погода. У нас немножечко были дожди и опять солнечно. Дожди в Анталии не идут вечно. Здесь очень красиво. Вот такая у нас зима. Порт в Аланье, Аланья Марина. Здесь стоят яхты. Едем в центр города. Сегодня у нас будет экскурсия по Аланье. На машине, пешком. Вообще действительно очень любим ходить пешком. И знаю, что очень многие были в этом городе. И говорят, наше сердце осталось в Аланье. Это город гораздо меньше, чем Анталия. Более ориентированно туристов. Ну и люди здесь проживают. То есть зимой здесь тоже есть чем заняться. В отличие от Кемера, который вообще тихий-тихий. Города здесь. И пасарчики, и магазины, и люди. И транспорт ходят. Но отели очень многие закрыты. Вообще, когда приезжали здесь, в районе вообще ни одного работающего отеля не было. Смотрим, мишки. Мишки. Прям везде. И в кафе. И висят вот на веревке. Сейчас перегораживает эта машина. И поедем, подсниму. Интересное кафе. Вот, видите? Джимми Шопинг Центр. Пляжные отели. Четыре звезды. Здесь три, четыре звезды. И вот, потому что у отеля маленькая территория. Мишки. Мишки. Ревьера ты. Мы в нем были несколько лет назад. Вот там мой день рождения в ноябре месяце, как раз дождь так дошел. И вот здесь вот гуляли. А это парковщик идет. Туценькая дорога. Специально проехать решили здесь, показать. Вот самое-самое активное место. Он даже на карте гугл показывает. Мы еще пешком сюда придем. Мы будем в этом парке, фонтаны работают. Вот на подъемник. Телеферик. Цену не вижу. Ну, ближе надо. Проезжаем мы еще один порт, который в городе находится. Вот отсюда красивые большие корабли отправляются. Ну, а впереди будут Кейскулия. Красная башня. Везде очень узенькие дороги. Но проехать можно. Что, в Кале поедем? Поехали. Давай. Взлетаем. Да, вот. Самое главное не встретить никого. Противоположный поток. Вижу указатель Кале. Туда. Сложная дорога. Дорога в замок. Ой-ой-ой-ой. Вот такая опасная дорога. Ну, захотели заехать мы на машине, чтобы ускорить время. Еще, смотрите, люди здесь живут. Вот так вот люди раньше добирались своим ходом. Обещаем крепость. Она очень хорошо сохранилась. Смотрите, даже по ступенькам здесь можно подняться вверх. Вот, смотри, желающий человек идет с портфельчиком. На работу. И здесь тоже живут люди. Вот так. Крупные. И сторончик. Так. Привет. С колясочками вот так прям с портиком позаниматься приходит. Ну, на велосипеде сейчас такой крутой спуск. Вау. Какой красивый вид. Останется не могу. Видите, как мы высоко поднялись. Мы еще поднимемся выше. Да. Интересно, а кто-нибудь из вас пешком ходил здесь? Потому что тут ездили на машине. Конечно, можно подняться на подъемнике наверх. Но вы не получите такого ощущения, когда двигаться по этой дороге. Еще выше. Крепость выше. Километр 250 метров. Еще пешит. Нас трясет, потому что вымощена здесь кирпичом. Дорога. Она очень узкая. 15 лет за парковку, чтобы прямо вот сюда подойти. Можно было чуть ниже и дойти пешком. Были сегодня места свободные, но доехали. Вход сюда стоит 280 лир. Музейная карта 60 лир. Это для граждан Турции, у кого есть ВНЖ. А для иностранцев музейная карта бешеных денег стоит. Честно вам скажу, неоправданно. Работает с 8 до 16.45. Вход сюда. Музейная карта у меня есть, но теперь она, знаете, электронная. Сейчас мне придется выключиться, чтобы отсканировать. Шла я по баркоду. Каждый раз он приходит. Вот такая электронная музейная карта. Заказать ее можно вживую. Только нужно за доставку 30 лир заплатить. А мы где-то были. Вот я ее себе сделала и вот теперь вот покажу. Если нет интернета, не получится. А дети, граждане Турции до 18 лет во все музеи ходят бесплатно. Просто вот бесплатный билетик надо взять. Ну что, погуляем по территории крепости. Вот мы уже зашли внутрь. Построена она, основана в 1226 году. В 13 веке основаны все эти постройки. Длина крепостной стены 6,5 километра. Вот она спускается аж до самого моря. Вот где вы видели Красную башню. Вот туда. Мы в Аланю, когда приезжаем, не всегда сюда ходим. Последний раз мы были в 2020 году. Надо это было дело исправить. Дети подросли, уже воспринимают несколько иначе. Вот там тихо и очень вкусно пахнет. Кстати, мам, в твоей приложении, у нас аудиогид стоит. Да? Написано, да. Я бы видел, кстати, вот это voiceover. Там будет аудиогид. Ясно. Цистерна. Ну, пошли дойдем до цистерны. Это хранилище воды. Ну, мы были в самой большой цистерной базилике. А здесь просто вот как колодец. И все. Оно очень маленькое. Ты помнишь цистерну? Маленькое, конечно. Конечно. Это в Стамбуле, когда это было нечто. Подземное хранилище. Да, там сколько город мог быть даже, если бы он пытались его захватить? Он бы жил несколько там. Даже там было написано месяцев. Смог бы прожить. Крепостная стена впечатляет. Просто интересно, что вот мы сейчас из Анталии приехали, а в Алане так теплее. Намного теплее. Как раз говорит, нам больше всего лишь на 2 градуса. А ощущение, что... А это зимой ощущается. Лето так не ощущается. А летом здесь жарко ходить. Очень просто. Поэтому мы сюда и летом не поднимались. Можно потрогать древнюю стену. А мы сюда. Здесь оборудовано несколько смотровых площадок с высоким забором в цели к безопасности. Смотрите, какой крутой обрыв здесь. На высоте 250 метров построена эта крепость. Защищала город. Называлась раньше Алайя. Приехали оттуда. Выступ полуострова, на котором построена крепость, мне напоминает крокодила Абаму. Она издалека также выглядит и близко. Какая высота. Очень страшно. Вот именно здесь ощущаешь эти 250 метров. Держу крепко. Здесь дует ветер. Были здесь башни, но не все они сохранились до наших дней. Кстати, для лиц ограниченными возможностями есть здесь лифт. Но он не работает. А это нужно вызвать, чтобы тебе его включили. Вот эти помещения закрыты для просмотра. Вот только можно посмотреть через сетку, рабицу. Естественно, есть новоделы, вот эти ступеньки. Иначе бы мы с вами не смогли попасть вот сюда. Где хочется сказать. Вау! О, какой здесь вид! Не зря поднялись мы. Виден пляж Клеопатры. И отдыхающие там есть. Не вид на Аланю. А мы на полуострове. Вот зажатый между двумя бухтами. А вот там, смотрите, снег лежит в горах. А у нас сегодня 24 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Это была бы не я, если бы не заметила, что сейчас цветут ромашки Для туристов сделали специальные настилы, чтобы можно было ходить в любое время здесь Это остатки древней церкви И сколько камней сюда смогли принести, чтобы построить Построена в 10 веке, это церковь И вот рядом с ней было кладбище Это весь черепица Собрали битую черепицу с тех времен и сложили Пушечные ядра, сделанные из камней И он из металла, кстати, тоже несколько штук есть Три года назад здесь шла реставрация и ничего не было Султан первый, да? Именно он основатель Аланьи 13 век Давай Я только тут помещаюсь Ну, эти фотографии мы с вами можем видеть То, что сохранилось А вот то, что они нашли Остатки старой мозаики Вот из кусочков маленьких собрали Вот как этот процесс происходил, смотри Долгая, кропотливая работа Вот подбирали Смотрите, со времен сельчуков Вот нашли, не знаю, какой-то типа саркофаг Ну, в общем, что-то такое А сейчас это находится Метрополитен в Нью-Йорке Ага, вывезли отсюда Да А, это проект Ага, Кызылку или Красная башня Красивый, голубой цвет Ну, это тоже можно сейчас еще увидеть Здесь как раз корабль-то Вот, смотря как это представляет Как это было Владимир тут сказал, здесь какой-то спуск А, ну вот Какие не смогли помещение восстановить Чтобы мы им имели представление Вот специально докладывают кирпичом Чтобы было видно, где реставрация и что сохранилось Бойница Смотрите Это для тех, кто слабо видит и знает этот язык Вот это первая карта перерейса Вот как он все это видел И мы можем сами судить теперь Как это было Как это было Действительно ли это было Или придумки Вот В 1526 году составлено А, это что за кран такой Тут, видишь, поднимали они Блоки прям большие А вот еще карта В топ-копы Сарайена хранится оригинал Место это было стратегическое И, конечно же, было заселено еще до нашей эры Тоже здесь немножечко истории Монетки какие находились Ну, вот это в музее Алани сейчас хранится А у них есть монизматический музей? Нет Что написано? Ой, смотри, таблицка, которую мы сверху увидели А что там в итоге есть? Такой-то германический, что ли Кстати, вы знаете, что город Аланья Называется благодаря Ататюрку Вот он прислал здесь телеграмму И был Алайя И вот добавил букву Н Аланья Вот она написана Это всем известная история Мустафа Кемали Ататюрка переименовал Теперь нам известный город Можно побродить между стенами И вот, смотрите, мы обратно вышли к церкви Так что мы поворачиваем и идем обратно Вот это называется комната с фресками То, что сохранилось Смотрим Увидим ли это мы сейчас Ничего не сохранилось Да Не знаю Но это под названием Полта, Кылыч, Карги Тех времен, как они выглядят Эбер Это макет Вот смотри Работала катапульта Ядра мы видели Поднялись сюда А вход закрыт То есть там еще одно помещение музейное должно быть Можем просто полюбоваться видами Аланьи Вот и все Осмотрели всю территорию крепости в Аланье Это небольшая экскурсия То, что вы можете здесь увидеть, увидели в нашем видео Мы старательно все снимали Мы выходим О, как яркое солнце светит Вот погода сегодня радует Это точно Ну вот этот музей под открытым небом Все, идем на выход Туаля, кстати, платный оказался 15 лир внутри его нету в музее Так что если очень хочется, готовьте деньги И именно здесь 15 лир стоит поставить машину Вот зона парковки Чуть ниже уже бесплатно Ну, мы же заехали-то А, это парковщик Вот как здесь отдыхают Забираются на гору И сидят на стульях За своим чаем, перекусом Вот с этой стороны другая часть Аланьи видна хорошо А у нас впереди крутой спуск вниз Все вечно пытаются куда-то пристроить машину Заехать наверх это полбеды Вторая часть это спуститься вниз Очень хорошее Медовое кафе здесь С видом на башню Очень узенькая дорога И такое ощущение, что сейчас людей стало еще больше, чем уехали И вот здесь тоже паркуются Чтобы сделать несколько красивых фотографий Аланьи Медостыка Там даже было прикладочное И это то, что я человеку порвала Угу, я не могу находитесь Так вот, я разбирал мы спускаемся вниз и вот повернули на другую дорогу прям вокруг всей этой горы можно проехать нас помнишь в прошлый раз когда мы были в Алане с тобой нас google карты послал сюда напрямую пешком мы сказали нет мы пойдем другой дорогой более длинной старый город люди еще живут здесь старые-старые дома на Алане раньше был совсем маленький городок благодаря туризму получил свое развитие ого вот это такие колеса прям и очень узкие улочки здесь ой здесь мари канатная дорога видно проезжаем под канатной дорогой я знала эту дорогу здесь помните мы проезжали здесь мимо там была такая большая пробка и мы поехали с другой стороны это место притяжения людей и туристов и местных беда-беда с парковкой здесь здесь книжная ярмарка сейчас находится в администрации театров здесь по городу едешь медленно-медленно хотя у них даже висят знаки 30 километров в час но выше чем 10 ты все равно здесь не проедешь в центре аквапарк смотри в общем город идеально для пешего туризма посидеть где-то красиво выпить кофе посидеть где-то красиво выпить кофе потому что вот мы на машине а парковаться нет возможности либо я должна выпустить и сама куда-нибудь поеду потом типа мы встретимся платная парковка все равно стать негде вот здесь стоит 7 лир в час парковка главная беда города я обрадовалась нету тут дорога и вот ходит вот так вот собирать денежки с парковок